В последнее время как-то официальные интервью уходят на задний план. Давно уже никто не делает серьезных бесед с заготовленными вопросами. Тем более, что у метро на любой вопрос уже было дано 20, 30, 100 ответов. И угадать вопрос, который не задавали Городницкому, невозможно. Поэтому у меня была мысль о том, что мы должны просто поболтать. Так как мы встречаемся и болтаем на кухне, так как мы обсуждаем какие-то важные вопросы. Или не очень важные вопросы между чашкой чая, кофе или рюмкой водки. Поэтому, конечно, участвуйте. Но мы начнем с нескольких каких-то вопросов, которые, может быть, важны каждому из нас. Как меняется мировоззрение человека с годами? Как меняются отношения к ценностям? Как виделся мир 20, 30, 40, 50 лет назад? Как он видится сейчас? И всегда в таком случае трудно начать. Нужен какой-то первый простой вопрос. Или не очень простой. И я хотел бы вас спросить, как менялось ваше отношение к деньгам? Давайте начнем с этого. Это вопрос серьезный, который действительно занимает каждого из нас. Потому что мы понимаем, что деньги — это зло, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы тратим на то, чтобы они у нас были почти всю свою жизнь. Не жалко ли, не слишком ли мы дорого платим за свой комфорт? Мое отношение к деньгам меняется от отрицательного положительного отношения. Как раз наоборот. Я прожил большую часть жизни в социалистическом отечестве, где деньги не значили ничего. Потому что, с одной стороны, была так называемая социальная защита, а, с другой стороны, важно было положение человека по иерархии социалистической и советской. Ведь он был не в деньгах, а в партийности, еще чем-то. И в эти закрытые столовые и так далее. Никакого сравнения не имеют с тем полным беспределом воровства и бандитизма в верхних эшелонах власти, которые есть сегодня. И когда деньги что-то значат, и когда покупаются яхты, футбольные команды, целые, значит, вот, избирательные компании и прочее, прочее, прочее. И то, что деньги сейчас начинают править Россией так, как они правят миром, это нормально. Потому что это нормальная система отношений, которая существует во всем мире. Я за это. А против того железного занавеса и социалистического лагеря, дели деньги, как в лагере, деньги не нужны. Политическое лагеря, нужна охрана и стукачи. Поэтому я за деньги. Как вы относитесь к тому, что, продолжая тему денег, что для наших детей, для нового поколения, во многом деньги становятся на первое место, а потом уже специальность, интересная работа. Моя старшая дочь говорит, я не могу смотреть на то, как творческие люди зарабатывают копейки. Я очень хотел, чтобы она стала художницей, но она от этой идеи отказалась и пошла на экономиста. Вот сейчас она поступила в лицей высшей школы экономики. И ее первая мысль, я хочу зарабатывать столько, чтобы не думать о деньгах, и чтобы я была спокойна, что у моих родителей будет старость. Не получается ли здесь подмена ценностей? Умная девочка, я ее вполне поддерживаю. Все зависит, понимаете, я как все-таки профессор геофизики, в математике есть понятие условия необходимое, но недостаточно. Деньги необходимы иметь, чтобы человек чувствовал себя свободным, особенно в свободном мире, независимым от того, что он должен каждый день каторжно зарабатывать их для детей и так далее. Но ведь все зависит от того, что породители это стяжательство, стремление сделать деньги самоцелью жизни, потому что очень важно, чтобы люди с детства понимали, что имеются духовные ценности, которые не конвертируются на валюту. А деньги необходимы, и каждый человек должен иметь уровень такой, чтобы он не нищенствовал, как это было у нас и так далее. Это нормально. Но надо все ответить так, что есть еще ценности, которые деньгами не окупаются. Но деньги необходимы, чтобы прожить. Ведь мы же живем не только едой, но мы не можем умирать от голода, поэтому, правда? А что-то все в порядке. А уж какие ценности мы заложим, это уже от родителей зависит. Сможем или не сможем? Или от кого еще? Ну, вы не знаете, самое интересное, что ничего не изменилось со времен Ветхого Завета. Все Ветхозаветные заповеди, которые получили, перекочевали потом в Моральный кодекс строительного коммунизма, парад без ссылки на первоисточник. На самом деле существует абсолютно система единая, там, не убить, не украть и так далее, и так далее. Я бы туда еще добавил то, что для России СССР довольно не доноси. Этой заповеди почему-то нет. Поэтому у нас до сих пор скорость стука, опережает скорость звука. Не только в России, вообще повсеместно. Понимаете? В Германии сейчас там тоже самое. Но, тем не менее, духовные ценности – это то, что было, то, что существует. То, чего носительными являлась религия, и иудийская религия, и в большей семье, или, наверное, православная религия. Мне кажется, в меньшей степени, я этого не знаю, это принципианская конфессия, которая нам сейчас выражает мировой войной. Но, тем не менее, наверное, и так что-то есть положительное. Поэтому духовные ценности, как бы были, есть и будут всегда. Я за них упокоен. Важно, будем мы к ним причастны, или мы останемся на зверином уровне, или будем этого исповедовать. Вот и все. А как менялось ваше отношение к религии с течением жизни? Я могу прочитать. Самое интересное, что... Давайте, можно стихотворением отвечу? Даже двумя. А что, что, ничего, прибирать? Я только встану, я не могу, что я с теки сидя. Так слышно? Даже лучше. Вот так? А, спасибо. С момента сотворения, уж так заведено, нам в детях повторения добиться не дано. Какой корысти ради глухих своих ночах, молился Богу прадед в предающих твичах. И тень его металась, накрыв дверной косяк. И колыхался талос, как полосатый флаг. Приняв земные муки, с другими наравне, забыли Бога внуки в отверженной стране. Распавшиеся звенья, разлитое вино, нам в детях повторения добиться не дано. Жить не начнут сначала усталый и седой. Мой сын, опрос курчавой и рыжей бородой. Листает он упорно в странице древних книг. И, видите, мне прискорбно библейский этот рик. Как видно неумело, любил я весь свой век. И сумрак ночи белый, и новогодний снег, и пушинские строки, и город Ленинград. Забытые пророки в лицо мое глядят. Холодный дождь дымится над зеленью травы. Нам в детях повториться не суждено. Увы. Что касается моего отношения к Богу, странным образом, я все-таки всю жизнь занимался изучением нашей планеты, строением твердой оболочки, физическими полями. Я, агностик, естественно, воспитан под барабан директического и исторического материализма. Вот есть у меня такое стихотворение, написанное в одном из последних планов. В старинном соборе играет орган среды святых лесобода. Холодное солнце, садясь в океан, горит за стеною собора. Романского стиля скупые черты теплоуходящего лета. О чем, чужеземец, задумался ты в потоке вечернего света? О чем загрустила недолгая плоть под каменной этой стеною? О счастье, которого не дал Господь? О жизни, что вся за спиною? Скопление чая кружит, как пурка, над берега пестрю лентой. В старинном соборе играет орган на самом краю континента, где нищий, лиловый таящийся мгле слонился у входа у Бога. Не вечно присутствие нас на земле, но вечно присутствие Бога. Звенит под ногой коричневый лист зеленый юный вчера лишь. Я так сожалею, что я атеист. Уже ничего не исправишь. Хорошо, как же жить атеистом, если у людей верующих есть четкая система понимания, четкие границы, ценности? А как же атеистом? Ну вот как-то живем. Дело в том, что мне позвонил полгода назад директор Эрмитажа, академик Михаил Петровский, когда у нас в Питере начались всякие эти, так называемые, православные активисты, бандюганы такие, знаете, погромщики, какие-то, так сказать, старых еврейских погромов, наявившие насильные кресты и хулиганищие под покровительством, в общем-то, видимо, власти. Православные активисты. Он говорит, что это такое? Оскорбление чувств верующих, что это такое? Он говорит, знаете, давайте образуем общество атеистов, чтобы было оскорбление чувств атеистов, тоже защищалось полиция и так далее. Вот. Это вопрос достаточно сложный, потому что если конфессия, а соответственно агрессивной, подобная тому, как вот эти самые, значит, радикалы мусульманские, или православные, радикалы, начинают с ревенниковых, реквизиторов, окончая нашим православным атеистом, это уже не религия, это уже фашизм. Александр Алексеевич, мир сильно изменился за последние 20 лет. Что стало лучше, а что хуже? Лучше стало прежде всего полная невозможность построить железный занавес между Россией и окружающим нормальным миром. При всех попытках, кстати, которые сегодня предпринимаются оградить нас от нетворного влияния Запада, интернет, средства коммуникации нынешней не дают этого сделать. И слава Богу, баруха шел. Понимаете? И мир все-таки становится единым, хотим мы этого или не хотим. Я очень сочувствую противникам глобализации, но ведь это неизбежно. И речь идет вовсе не о том, чтобы все отделились заборами и поставили колючую пробу, а о том, чтобы было нормальное отношение к национальным культурам и ущерб общему экономическому и культурному развитию. Но, к сожалению, до этого далеко. Потому что все время идет конфронтация по всем линиям и так далее и так далее. Я не верю, но, понимаете, я не верю даже не Россию, а то, что все-таки у нас сейчас очень тревожное время, и именно Америка является, помимо тем центром, той основой, которая дает надежду на завтра. Почему-то? Потому что вы были в Европе? Вот пройдитесь по Париже. Каждый третий, либо сальвали, либо черный, идет мирное заселение, ну, такое мирное, ну, агрессивное, потому что начинают теракты и так далее. Европа уже подняла руки вверх. Она фактически, так сказать, во многом, все толерантность, все и так далее и тому подобное, все это очень хорошо, но все равно это начинается все-таки почти не контролируемая вещь, которая сейчас, при всем, значит, замечательном отношении Меркель и так далее. Это все несколько идеалистично, потому что на самом деле это дает с одной стороны дело не только в том, что идут там радикалы, мусульманские, предваряющиеся беженцами, начинаются теракты, а в том, что это усиливает правый сектор, в том, что начинают снова возрождаться нацистские партии. И начинается опять полярность. Я прочитал это стихотворение, которое вызвало резкое осуждение демократической общественности в Германии против меня, на секенте были написаны, я люблю это вычесть стихами, о положении Европы сегодня. Может быть, я не прав, но так мне кажется. Написано не в Гамбурге. Люди с Востока, пардон, Люди с Востока по Гамбургу Едут в автобусе В городе старом, Который привык к тишине. Кромко кричат и смеются, Не ведая робости, Будто веками живут они. В этой стране Так хорошо им, Что даже становится завидно. Их не прельщает Стамбульских небес, Береза. В этой стране Укрепились они, Как хозяева. Немцы молчат И отворят в окошко глаза. Вот он, конец Европейской хмельной демократии. Хмурое небо И хмурые лица И хмурое небо в дыму. Сколько бы лет На нее понапрасну не тратили, Не удержаться надолго И в этом дому, Где те знамена, Что в небе победные рели. Гордая надпись На стенах домов Юдат Фрай. Надо ли было тогда Разбираться с евреями, Животеве мусульманам, Отдать этот рай, Новое утро Крадется с звериными тропами, Гамбриц из кулиц, Прусчатка, Зверит под ногой, Сумрочный день Над тревожную бредит, Брежет Европу, Где Испламисты с одной стороны, И нацисты с другой. Вот что нам грезит. Но тогда получается, Что Россия, Которая не открыла Свои двери для Мусульман из Сирии, У нас своих Более чем достаточно. Получается, что это А потом какой же дурак Побежит в Россию? Ну вообще, конечно, По всему миру Миграция происходит И какой же дурак Из тех же самых Бывших союзных республик У нас есть внутренняя Миграция. В поисках работы У нас вот наши родные Мусульманские республики, У нас все Гастарбайтеры, Миллионы. У нас есть иммиграция, Она идет из бывших Стран СНГ. Так что, Ну все в порядке. Другое дело, Что они советские люди Не менее агрессивны. Но тем не менее. Возьмите Дагестан какой-нибудь. Или возьмите практически Отдельно существующую Чеченский халифат. Что это такое? Или что, в России нет? Да, но это уже другая Большая очень тема. Если мы в нее забуримся, То нам на остальное Не хватит времени. По поводу информации. По поводу информации, Как сейчас, Когда все открыто, В свободном доступе, И наши дети получают Не дозированно, Не отмеренно родителями. Все, что они хотят, Они могут получить в любую минуту. Плюс это или минус? Взрослеют они раньше. Что это им дает? Понимаете, Если дети, Если детей С детства Научатся отничать От... Прежде всего, Любые запреты Чудовищные. Ужасные, Невозможные. Первое, запреты Пролосландок, А во-вторых, Это не метод воспитания. А разрешается все, Но надо просто Воспитать невкус И отвращение К тому, Что вы считаете Для себя неприемлемым. Начиная с того качества И кончая, Я не знаю там. Ну, я не брось Брать эти увлечения Значит, Одноподными браками И так далее. Я старый человек, Мне это непонятно. Мне непонятны парады геев. Потому что, Хорошо, ребята, Никто вас не будет. Почему это надо демонстрировать И всем пихать в глаза, Что вот мы такие, Вы лучше. Почему лучше? Господь Бог неправильно Создал мужчину и женщину. Вот. Я старый человек, И мне это как-то Это не мое. Я там, Мне никогда, Мне никогда захотелось Ни наркотики. У меня в лаборатории моей, Там, В трех семьях, Катастрофа. Потому что, Девятый, Десятый класс, В Москве, Наркота идет. Чудовищная. Вот. Откуда? Нельзя. Это нельзя запрещать, Потому что ребенка Было отвращение к этому. Но это уже очень сложная И тонкая тема. Вот. Ну, понимаете, Я из меня плохой родитель, Наверное, Тем не менее, Я думаю, что так. Ну, мне хорошо, Мне повезло, У меня сын впал в иудаизм, И вообще все запрещает. И тут я спокойно, Там, Баруха Шам, Потому что, На моей стороне, Там Бог за меня работает, Все очень хорошо. Все запрещено, Ничего не надо. Даже он еврейский мальчик, Например, Вот. Он не имеет права Прикоснуться к чужой женщине. Он имеет права Дотрагиваться только до двух женщин, Мой сын. До мамы и до своей жены. Больше даже руку подать не может. Представляете? Ну, так же там все в порядке. Скажите, Александр Масеевич, Дети, которые рождены В новом веке, Вы видите, что они другие? Как Вы их оцениваете? Я их оцениваю положительно. Мне приходится в России Много ездить по стране, И кроме того, Председатель жюри Самого большого в мире Фестиваля авторской песни В памяти Валерия Груша На Волге, В этом году Мы же сместили Из-за чемпионата, Но он будет. И я вижу вот эту молодежь, Она прижает это все. Это замечательные ребята. Все эти стариковские брюшане, Я тоже по возрасту уже приезжаю, Что не та молодежь, Что там были не такие. Они лучше нас. Они, во-первых, Они не запуганы Сталинскими системами. Они не запуганы. И, так сказать, Даже не... Они свободнее стали, Чем было мое поколение. Мы всего боялись. Люди, воспитанные под барабан. Мы все делились на друзей и врагов, Что и сейчас пытаются Специально пропаганды сделать у нас. Вот из этого... Это главное. Чтобы, понимаете, Чтобы было не как нам, Кто не с нами, тот против нас. Фашистская формула. А было, кто не против нас, тот с нами. Понимаете, это разные вещи. И вот у них именно это. Мне нравится... Они более информированы с детства. Мои там внучки, Не говорю моих правду, У меня их 11 штук в Израиле. Они уже... Нормально в интернет для них Это все равно, что там, Я не знаю, Чтобы меня и считать. Мы нет. Именно в лазе гораздо больше Средственной информации. Потому что поток информации, Понимаете, Как вот чума на непривитый человек На нас обрушился. На наше поколение. Они уже в этом выросли. Для них это уже есть прививка. Я думаю, что они лучше нас будут. А самое главное, Они привыкли будут жить в обществе. Мы не привыкли к этому. Понимаете? И я думаю, что они лучше. Я надеюсь, что все будет хорошо. И вообще оптимизм. Если валяется на что. Инспайтер. Раз уж вы заговорили о молодых людях В авторской песне, Не знаю, наверняка вам задавали этот вопрос. Когда вы впервые почувствовали, Что вы можете не просто рифмовать, А что это уже стихи настоящие? Откровенно говоря, Я сейчас этого не чувствую. Начинается. Я говорю, совершенно серьезно. Понимаете? Самое страшное для человека, Я не о себе сейчас говорю. Его самодостаточность. Если он доволен тем, что он делает, Не дай Бог. Тогда он может смело идти на пенсии, Прекращать заниматься своей работой. Понимаете? Я когда-то в далеком 47-м году Пришел к дворец-пионерам в Ленинграде. Он был замечательный педагог. Я ему очень много... Он вырастил целое поколение Российских литераторов. И вот там Андрея Битова, И там многих моих друзей, Которые стали большими и хорошими поэтами. Туда 8 русских приходил и прочее. Вот. Он нам говорил, Дорогие друзья, Я не могу вас научить писать хорошие стихи. Это только Господь Бог может. Нужен талант. Но если я могу вас научить Отличать плохие стихи от хороших, То вы сами будете собственными критиками. Тогда вы будете к себе относиться требовательно. Я в этом году, Я там, к сожалению, больше не буду. Вхожу в жюри в Россию, В Союзе писателей. Там есть такой кукрас интернетовский. Поэт года и писатель года. Я был умножен прочесть Около двух тысяч поэтов За эти полгода, Которые подали на поэта года. То есть остатки у нас дыма стоят По поводу этого. Графомания чудовищная. А сейчас ничего не надо. Интернет есть, ребята, вперед там. Деньги есть, печатай книжку. То есть никакого творчества цензора. Значит, надо, чтобы была собственная планка Чувства вкуса и требовательности к себе. Вот что я считаю. И для поэта в основном. Вы ходили тогда в секцию. Вы общались и с этим педагогом, и с теми людьми, которые тоже стали Такими же известными и большими авторами, Как и вы, писателями, поэтами. Вы тогда ощущали какую-то особенную, Ну, не говорю слово избранность, Но что вы не такой, как все. И это вам помогало, двигало вас вперед. Для того, чтобы ничего подобного. Не дай бог. Не дай бог. Человек не может, понимаете, Из-чем будет серьезно идти к себе, Тут у моей крышки. Мне еще часто задают вопросы. Очень часто журналисты. Все-таки кем вы себя считаете? Ученым? Все-таки я там хочу и сделал. Вот. Или поэтам. Я отвечаю обычно так, что Это вопрос не ко мне. Если мои коллеги по науке, по геофизике Считают, что я поэт, А мои коллеги по ресторану на цеху, Что я ученый, Тут у меня и крышка. Понимаете? Так что я не берусь оценкой. Понимаете, Поражение от победы Ты сам не должен обещать, Как писал великий поэт. И я считаю это. Потому что для меня поэтому каждый раз, Вот я вчера читал последние стишки, Извини, что я говорю стишки, Наш Глеб Семенов говорил, Не смейте называть то, Что вы пишете стихами. Это в лучшем случае стишата или стишки. Обратите внимание, что Иосиф Бродский До своей безвременной смерти Назывался стишата. Это у нас еще оттуда. Правильно. Потому что не наше собачье дело их оцелилось. Вот. Это очень важно. Это вот надо знать. Понимаете, почему евреи носят кипу? Как мы с ним делим геозный сын. Чтобы все понимали, что над ним Есть еще кто-то. И я это понимаю. Спасибо. Откуда в человеке эта тяга к рифмованию? И не пройдет ли это? Я думаю, что это, так сказать, Идет вот от Бога. Потому что, в котором я не очень верю. Потому что, понимаете, А почему евреи качаются по революции? Вы знаете? А мне объяснили. Легенские евреи. Давид, царь Давид, Наш первый парт на планете, Опять проклятые евреи. Царь началась с ним. До этого я не знаю, Кто еще писал песни. И оппонировал себя На несложном струнном инструменте Кефана в те поры. Да? Царь Давид был первый. Только царь Давид, Когда говорил с Богом, Он плясал от радости. И от этого, кажется, Евреи качаются на молитве, Изментируя царя Давида. Я этого не знал. Вот. Ну. Начинайте готовить свои вопросы, Господа. И... Да, пожалуйста. Александр, я вам задам детский вопрос. Я задам детский вопрос. В чем вы видите смысл жизни человечества? Хороший детский вопрос. Понимаете, ребенок, Когда он живет, Он этим вопросом не задается. Это только человек уже в определенном возрасте, Преклонном, Вроде моего, Начинает думать, Ну и что? И зачем ты жил? Да. Я не могу на него ответить. А все человечество? Я не могу на него ответить, Потому что у каждого... Это вопрос к каждому. И ни один за других ответить не может. Вот я не могу на этот вопрос ответить. Человек создан для... Как говорили наши замечательные... Человек создан для счастья, Как птица для полета. Да? Человек, кажется, если не ошибаюсь. А? Короленко. Короленко, да. Ну вот, видите, уже забывать что. А я не знаю. Честное слово. Но я думаю, что... Мне кажется, Я вам вчера читал стишок, Убреет цель жизни. Я могу снова прочесть, Если кто-то вчера не был. Сейчас прочту. Я обошел все континенты света, А город мой все тот же, С давних пор. Там девочка, склонясь у парапета, Рисует мост, решетку и собор, Звенят трамваи, чаяк заглушая, Качает отражение вода, А я умру. И часть меня большая, Не бежит от трена никуда. Моих стихов не долговечил срок, Бессмертием не недали глаголы, Негромкий, незаполнившийся голос, Сотруд с кассет, Предпочитая рок. Прошу и нового грядущих дней, Другая мне нужна, Господня милость, Чтобы одна из песен Сохранилась там общей, Безымянной, не моей, Чтобы в глухой, Таежной стороне У дымного костра, Или под крышей, Ее бы пели, Голос бы не слыша, И ничего не зная обо мне. Вот моя цель жизни. Я одна из тех первых клуба Дерзанских, С которой училась с Людой Зубовой, У Адмиральского. Да. Очень приятно. И мы с вами ездили вместе В Пушкинские горы в одном автобусе, И мы сидели рядом. Вы тогда были в Ланске красивые. В 71-й год. Еще с волосами был. Да. И я была в классе. Но вы еще. Так что это мои очень светлые воспринимания. Спасибо. Это не вопрос, а... Спасибо. Просто мне захотелось... Очень приятно. Спасибо. А дальше? А дальше? Там же самое главное. А дальше? Что стихи? О! Тогда писала стихи, Потому что было такое в Дерзании. Теперь пишу. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо. Альсен Моисеевич. Да. Да. Что происходит с Петербургом? Он становится лучше или хуже? О, я только что написал стихотворение. Вот черт. Его последние книжки нет. Он недавно написан. Называется «Отолахтинская башня». Дело в том, что я был в числе трех или четырех человек, вместе с Олегом Басилашвили, с академиком Петровским, уже упомянутым, которые выступили против того, чтобы на Окте построили эту мечту и патента «Госпромовскую башню». Вот они сейчас, да, мы победили тогда и так далее. Мне перекрыли выступление в Питере на год из-за этого тогдашний губернатор Матвиенко. Но, а теперь это говорит, что я был всегда тоже против этой башни. Но не важно. Важно другое, что, значит, сейчас ее поставили в Лахте. И когда я прилетаю на самолете в Питер, и даже когда стоишь около медного всадника, на Синанской площади, над всем городом торчит вот эта самая балаванка. Я, у меня есть стихотворение вот о Лахтинской башне, где есть это самое, сейчас, сейчас вспомню последние четыре строчки. И неподвластно ни ветрам, ни пуркам, от света белой ночи горяча, горит над обреченным Петербургом большая поминальная свеча. То есть небесный облик города, который постал, что великий интеллигент Менсеевич Лихачев, искажет раз и навсегда. Это в Париже эфиревая башня прижилась, а вот это, не знаю, я считаю, что это очень большой урон внешнему облику нашего вечного города. Вот, а так, ну что, Петербург прекрасен, белые ночи. Я только что 20-го числа имел честь выступать на ступенье эквентажа на улице перед трехтысячным народом, я люблю слово толпак, которые на миллионную стояли, и мы все вместе пели. И все-таки вот я, у меня было прямо сердечный праздник. Ничего выше этого я в жизни у меня не было. Я люблю этот город, и я вижу его всегда прекрасным совершенно. Ну, ничего там страшного не происходит, он как был носителем русской культуры, так им все-таки остался. Потому что превратить его в чиновничную Москву, слава Богу, не удастся. И еще буквально несколько кармутких вопросов. Понятие счастья сейчас и в молодости, и в зрелом возрасте, и вот в эти дни. Любовь. Единственная вещь. Я считаю, что это... Значит, понимаете, как... Пел Гримин, Бой при любви, все образки покорны. И я считал и считаю, что это очень важно. Потому что и настоящее счастье человека, конечно, это любовь. Разделенная, неразделенная. Потому что мы сделали последний фильм, который нам остается, где я 84 года сижу и рассуждаю о любви. Историю моих генерических песен. Нашли время, да? 84 года о любви. Смешно. Но тем не менее, когда смотришь как-то со стороны, то я думаю, что именно любовь. И я согласен не только с Фрейдом. Я поклонник вообще Фрейда. Потому что я смотрю, как надворческое начало любви. Любовь, которая порождает там, последние Гелизи, Шуберта. Я не знаю, великие все вещи. Да вот. И я считаю, что это главное в жизни человека. И очень несчастен человек, в жизни которого этого не было. Не дай Бог. И последний вопрос. Какой из поэтов вам сейчас ближе и напоследок, как ему стихотворение, которое сейчас в вас звенит? Ваше или чужое? Ну, понимаете, вопрос сложный. Во-первых, я больше всего люблю Пушкина. Любил, люблю. И всегда буду любить со школы. Понимаете? Вот. А во-вторых, я очень люблю моих учителей, фронтовых поэтов, евреев, кстати. Обоих. О них у них вот фильм «Портреты на стиле». Посвящен им первая серия. Это Борис Луцкий и Давид Самойлов. В моей жизни сыграли огромную роль. Вот. Мои любимые поэты. Да? Вот. Ну и что еще сказать? Вообще русскую поэту. Русскую поэту, в которой все записано. И русскую литературу. Понимаете? У меня нет. Нет. Я родился в еврейской семье. Но, тем не менее, я прочту по-разному стихотворению здесь. Жизнь как лето коротка. Видишь, я не знаю языка. Видишь расстояние моего предка. Да и слышал я его редко. Не учил его язык. Грустно. Мой единственный язык русский. Но, застарившийся, как скрою. Расхождение языка скрою. Мой отец перед войной с мамой. Говорил о нем порой. Мало. Чтобы я их разговор не понял. Это все я до сих пор помню. Я не знаю языка. Значит, не на нем моя строка плачет. Не на нем моя звенит песня. И какой же Аид? Если позабыл я своего деда. Вот нет мне на него дела. Подоверносится река. Жарко. Я не знаю языка. Жалко. А в моем отношении к этому такое. Неторопливая. Истина простая. В реке времен. Нащупывает брод. Родство по крови. Образует стаю. Родство по слову. Создает народ. Не от того ли смертных поражая. Непостижимой мудростью своей. Бог в Исеи передал скрижали. Людей отъединяя от зверей. А стая не нужны законы Бога. Она живет в завету вопреки. Там ценится в сознании у Бога лишь цепкий рюк. Да острые клыки. Своим предсхождением не скрою горжусь. И я родители любят. Но если слово разойдется с кровью. Я слово выбираю для себя. И не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готов. Родство по слову порождает слово. Родство по крови порождает кровь. Спасибо. Друзья, огромное спасибо. Мы по времени подошли к финалу этой программы. Еще раз благодарим Александра Масеевича Городницкого. И не забывайте главное это любовь. Когда у вас тут есть, если есть еще, тогда я в городе переставлю свою задачу. Я очень могу стать. Понимаете? Потому что я еще раз хочу поклониться Саше Шайкевичу. Не только потому, что он прекрасный организатор. Я уже сегодня говорил в радиоинтервью. И что здесь много семей. А это семейный праздник. И слава Богу. А еще и потому, что такую интеллигентную аудиторию не только в России, да и за рубежом поискается. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ